Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Веры Мещерякова смотрите сегодня в программе. Восстановить экономику – главные шаги. Первое. Мы должны перестроить компетенции людей, занятых в экономике. Переобучить их новым профессиям. Второе. Должны выстраиваться новые сбытовые цепочки. Ульяновская область подписала ряд бизнес-соглашений. Ульяновские туристы попали под камнепад. Камнепады – это неожиданная вещь. Что-то здесь придумать, кроме как либо обойти этот опасный участок, либо если камни уже пошли, их нужно заметить и вовремя среагировать. Активный отдых должен быть безопасным. Что не дождь, то потоп. Для понимания, вот всего в этом году, если у нас есть 25 миллионов на содержание, имеющиеся ливневой канализации, строительство новых составляет около 7 миллионов рублей, 1 километр ливневой канализации. 7 миллионов рублей. Вопрос с ливневками нужно срочно решать. Регион вместе со всей страной постепенно выходит из пандемического экономического кризиса. 26 августа двери откроют рестораны, последними среди всех сфер бизнеса. Очевидно, что в новых реалиях невозможно обойтись без новых подходов. Накануне Сергей Морозов обратился к предпринимательскому сообществу и обозначил основные направления совместной работы бизнеса и власти. Несмотря на сокращение объемов производства, падение доходов, а за ним и спроса, а также вынужденный простой практически во всех отраслях, выход из кризиса есть. Необходимо объединить усилия предпринимателей и власти и изменить подход ко всем бизнес-процессам. Первое. Мы должны перестроить компетенции людей, занятых в экономике. Переобучить их новым профессиям. Второе. Должны выстраиваться новые сбытовые цепочки. Третье. Должна расти конкурентоспособность продукции через развитие технологий, расширение производства, сокращение издержек. План господдержки бизнеса предусматривает увеличение финансирования программ в области сельского хозяйства, дорожной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур. Малый и средний бизнес поддержат доступными кредитами, отраслевыми субсидиями и налоговыми преференциями. Важнейшая задача при этом – борьба с безработицей и создание новых рабочих мест. За первые полгода 7 новых проектов запустили. То есть это более 600 рабочих мест уже создано. И до конца года планируем порядка 33 проектов. Но это уже проекты в том числе и мелкие, небольшие, в муниципальных образованиях, в Димитровграде, в Чердоклинском районе, здесь, в Корсунском районе, в Индинском, в Николаевском районе. И вот по этим проектам порядка полутора тысяч рабочих мест. Ульяновская область заняла первое место в стране по темпу роста инвестиций за первый квартал непростого 2020 года. На встречу подписали несколько инвестиционных соглашений. По одному из них в Заволжье появится новый фитнес-центр. В его создание планируется вложить около 60 миллионов рублей. План был давно открыть фитнес-клуб в Ультра-Заволжском районе. Это единственный неохваченный район. Мы подали заявку в фонд поддержки предпринимательства. И я счастлива, что принято решение инвестировать в наш проект. Потому что я считаю, что проект а, социально значимый, б, мы создаем не только рабочие места, но мы и создаем площадку для занятий физкультурой и спортом. Сейчас региональная экономика в начале восстановительного периода. Меры поддержки со стороны власти помогли предпринимателям удержаться на плаву. Следующий шаг должен сделать бизнес. Турция разрешила въезд российским туристам, усилив меры предосторожности, начиная с аэропорта, заканчивая отелем, где все обрабатывается и дезинфицируется. На территории дежурит врач. Альтернатива заграничным курортам российские, причем выбирают не только южные направления. Туры берут и на Камчатку, и на Байкал. Путешествия всегда риск. На Алтае двое ульяновских туристов попали под камнепад, получили серьезные травмы. В какой момент что-то пошло не так, и как нужно вести себя в путешествиях, чтобы вернуться невредимым? Об этом в нашем следующем материале. Завораживающие виды и опасные горы Алтая влекут туристов со всей России, в том числе и из Ульяновска. Обычный спокойный поход превратился для наших земляков в экстремальный. 8 августа в районе перевала Карачик ульяновцы попали под камнепад и пострадали двое. У 73-летнего мужчины предварительно диагностирован открытый перелом бедра и ушиб грудной клетки. У 19-летней девушки открытый перелом плеча и предплечья. В 12.30 по местному времени, 8 августа, за пострадавшими вылетел вертолет медицинных катастроф с медиками и двумя спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавшие эвакуированы и доставлены в республиканскую больницу в городе Горноалтайске. Туристы застрахованы в страховой компании. Четыре дня ульяновцы находятся под наблюдением врачей, пока состояние стабильное. Пострадавшему от камнепада альпинисту в скором времени проведут операцию. Об этом нам сообщили в республиканской больнице Алтая. Возвращение, скажем, ближе к удовлетворительному. Мужчина не исключено, что будет оперироваться у нас. Женщина по как заведется документами проездными. То есть она хотела бы пролечиться по месту жизни. Непредсказуемость природы – риск для жизни. Угадать, когда течение закружит байдарку, когда сойдет лавина или посыпется камни с гор, сложно даже когда ты турист со стажем. Здесь скорее дело удачи, повезет, не повезет. В путешествии нужно быть готовым ко всему. И главное – быть сконцентрированным. Такие советы дает спортсменка Анна Почепина, которая занимается альпинизмом и горным туризмом 12 лет. Экстремальных ситуаций на ее пути пока, к счастью, не было. К походам девушка готовится основательно. Во время путешествий внимательно и осторожно. Но Аня признает – не все зависит от человека. На каких-то опасных участках, тропы обязательно одевать каску. Это уже как бы главное правило для всех альпинистов. Каска, может быть, не спасет от какого-то большого камня, но от мелкого камнепада точно. Потому что камнепады – это неожиданная вещь. Что-то здесь придумать, кроме как либо обойти этот опасный участок, либо если камни уже пошли, их нужно заметить и вовремя среагировать. На пути не расслабляться, прислушиваться к попутчикам и руководителю группы, не забывать про страховку и регистрироваться перед походом в местном управлении МЧС. Так помощь придет быстрее и обойдется в разы дешевле. Маргарита Мутишинская, Валерий Клочков, репортер 73. Для тех, кто приехал погостить в наш регион или вообще не выезжал из Ульяновской области, напоминаем, перчаточно-масочный режим в общественных пространствах никто не отменял. Как часто сегодня можно встретить продавца без маски? Казалось бы, никогда коронавирус жестоко, но надежно приучил людей пользоваться защитными средствами, тем более сотрудников объектов торговли. Но реальность рисует совсем другую картину. Жалобы от людей заставляют срочно принимать меры и организовывать рейды по злостным нарушителям. Два дня рейдов администрации совместно с полицией по заведениям общепита и общественному транспорту Ульяновска показали, что далеко не все соблюдают меры профилактики коронавируса. Угроза болезни сохраняется и масочно-перчаточный режим никто не отменял. Проверяем требования Роспотребнадзора на выполнение перчатно-масочного режима. Это каждый из торговцев, он прекрасно знает, что должно соблюдаться. Вот эти все элементы соблюдения мы сегодня будем проверять. По окончании рейда, значит, мы уже подведем итог, сколько у нас сегодня составлено протоколов и по каким статьям. Помимо стандартных и уже привычных требований носить маску и перчатки, обрабатывать руки антисептиком, необходимо помнить и о специальных для объектов торговли. На входе должен быть продезинфицированный коврик. В помещении разметка социальной дистанции. Сотрудники обязаны в течение рабочего дня измерять температуру и заносить результат в журнал. Большинство объектов бизнеса сознательно подходят к своей работе в условиях пандемии, соблюдая рекомендованные Роспотребнадзору меры противодействия ковиду. В общественном транспорте ситуация несколько иная. В ходе рейда представители администрации выявили водителей автобусов, находящихся за рулем без масок. Ваши маски где? Профилактические мероприятия проходят. По соблюдению указов губернатора нашего номер 19 от 12.03.2020 года, почему вы не соблюдаете требования? Правильно. В нормальной туристов. Где тут такого? Напомним еще раз, перчаточно-масочный режим никто не отменял, пандемия не исчезла. Объектом торговли хоть и разрешили работать, но это не сигнал к тому, что можно расслабиться, снять все защитные средства и игнорировать требования безопасности. Как раз наоборот, послабление это двойная ответственность для представителей бизнеса. В итоге перчаточно-масочный режим соблюдается в Ульяновске так себе. Обошли около десятка мест, в половине рекомендованные Роспотребнадзором требования игнорируются. Результатом двух дней работы, пять протоколов вчера, два сегодня. А за наружение, между прочим, положен солидный штраф. До 100 тысяч рублей для ИП и до 3 тысяч рублей для физлица. Может, хоть удар по кошельку заставит людей опомниться и все-таки соблюдать меры безопасности. По итогам прошлого года, россияне заплатили за вывоз отходов почти 200 миллиардов рублей. То есть, средний платеж составил 120-130 рублей в месяц на человека. С начала работы мусорной реформы доступ к раздельному сбору отходов получили 27 миллионов горожан. Это чуть больше 18% населения. Пластик, бумага, стеклотары и металл жители Ульяновской области осваивают раздельный сбор мусора. За первые полугодия 2020-го в регионе собрано 145 тысяч кубометров мусора. 48% из них проходят сортировку. В регионе стартовала тематическая неделя нацпроекта «Экология». Что обсудят на семидневке, расскажем далее. Сохрани природу, отправь меня на переработку. Более сотни таких сооружений из Евросетки за первое полугодие установил ульяновский рекоператор первой зоны. На общую цель увеличение количества перерабатываемого мусора теперь работает более 200 контейнеров. 1 июня в России подписана дорожная карта по развитию раздельного сбора отходов. Чтобы я отметил, там впервые появилось адекватное слово, которое понятно операторам и нам с вами. То есть стимулирование раздельного сбора. Сейчас перед правительством и нашим, и региональным стоит серьезная задача, как этот процесс организовать с точки зрения выгоды, хорошего и правильного понимания этого слова, для того, чтобы раздельный сбор стал одинаково интересен и операторам, и нам с вами. Нюансы дорабатываются. Тем временем в регионе запустили новую акцию – чистый контейнер. В общей борьбе с пандемией мы дезинфицируем и моем контейнера. В настоящее время помывка ведется специальной установкой «Вольво» на базе «Соллер». Помывка ведется внутри бункера автомобиля из дезинфекции. Потом эту дезинфекцию мы дальше уже продолжаем. Обрабатываем контейнера, которые стоят уже на площадках. Обрабатываем ручки и сами контейнера. Четыре рекоператора Ульяновской области за прошлый год собрали 350 тысяч тонн мусора. Из них 186 тысяч тонн ушло на сортировку и 124 тысячи ушло на переработку. Согласно индикаторам федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», общий объем сортированного мусора должно составлять 20% от общей массы собранных отходов. В 73-м регионе превысили целевой показатель в два раза. Пятый региональный оператор с начала года подключился к работе и уже к концу 2020-го обещает построить на Воспасском районе мусоросортировочный полигон. Остальные увеличат свою мощность. 10 августа в регионе началась тематическая неделя национального проекта «Экология». Тема для разбора за семь дней строительства очистных сооружений, канализации в Новоульяновске и система раздельного сбора мусора. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтояров, репортер 73. В отделы полиции Ульяновска продолжают обращаться жительницы областного центра с сообщениями о разбойных нападениях, совершенных 25-летним местным жителем. Полиция ищет очевидцев и пострадавших от действий этого человека. Человек, которого вы видите на своих экранах, нападал на женщин на улице и в подъездах, пытаясь завладеть деньгами или гаджетами. Полицейские уже установили 7 фактов разбойных нападений, из которых 5 в железнодорожном и по одному в Ленинском и Засвияжском районах Ульяновска. Мужчина пояснил, что совершал преступление, так как у него не хватало денег на оплату съемной квартиры. Уважаемые жители области, если вы пострадали от действий этого человека или владеете информацией о совершении им противоправных действий, сообщите в отдел полиции по месту жительства или по телефонам дежурной части ОМВД России по железнодорожному району Ульяновска. 8-842-2-65-83-00 и 8-842-2-65-83-01. С 3 августа в Ульяновске начинается приемка школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Особое внимание обеспечению безопасности детей и строгому соблюдению новых правил Роспотребнадзора, разработанных специально для функционирования образовательных организаций в условиях объявленной пандемии. В новый учебный год в новые облагороженные безопасные школы. Чтобы снизить перенесенный стресс от непростого ковидного лета, в некоторых учебных заведениях открываются новые классы. Так, например, в 13-й детской школе искусств откроют специально оборудованный хореографический зал. Варвара у нас занимается в ансамбле «Мейнстрим». Она, наверное, сама себе немножко расскажет. Меня зовут Круглова Варвара, мне 11 лет. Я учусь в этой музыкальной школе. Вы рады, что здесь открылся хореографический зал? Мы очень рады. Я очень хочу ходить сюда на бальные танцы. Какие танцы без музыки? Третья детская школа искусств имени Варламова приобрела профессиональные музыкальные инструменты. В этом году мы стали участниками национального проекта «Культура». Получили 3 миллиона 250 тысяч рублей из федерального бюджета, областного, совместно с муниципальным бюджетом. Получили инструменты в этом году уже. Вот они. Теперь здесь есть практически все, что нужно. От бас-гитары до саксофона. На любой возраст и вкус. В школе, где даже сам директор порой не прочь взять баритон, отыграть настоящий концерт, музыкальные инструменты не выбрасываются. Они получают вторую жизнь в виде красивого декора. Музыка – это хорошо, эстетика и красота – прекрасно. Но никто не забывает о самом главном – безопасности. Все учебные заведения укомплектованы средствами защиты от пандемии. Сотрудники прошли специальную подготовку. Уже много лет она радует нас в своей очень красивой, ухоженной, благоустроенной территории. Часто, проезжая здесь или проходя мимо, мы можем наблюдать и зимой, и летом красивые фигуры. Замечательные цветы, большое количество разнообразных. Сейчас даже появился фонтан. Мы закончили приемку наших образовательных учреждений в сфере культуры. И мы очень рады, что приемка прошла без особых замечаний. Конечно, небольшие замечания были, но они сразу же устранялись. Поэтому, конечно, нас это не может не радовать, потому что мы сегодня можем с уверенностью сказать, что все наши 11 учреждений дополнительного образования в сфере культуры готовы к приему детей. Ливневые канализации сегодня – роскошь для многих крупных городов России. Что и говорить про наш небольшой областной центр. Миллионники тонут после ливней. В этом плане Ульяновск не отстает. Почти каждый крупный дождь, и мы – маленькая Венеция. Что нужно делать в такой ситуации, понятно. А что можно? Павел Петриков о больших деньгах и не менее больших лужах продолжит выпуск. Если бы вода утекала так же быстро, как и бюджетные деньги на строительство ливневых канализаций, вопрос бы не стоял так остро, как сегодня. Строительство ливневок – это технологически сложный процесс, включающий монтаж взаимосвязанных дождеприемников, трубопроводов, колодцев и коллекторов. А главное – он дорогой. Для понимания, вот всего в этом году, если у нас есть 25 миллионов на содержание имеющейся ливневой канализации, строительство новых составляет около 7 миллионов рублей 1 километр ливневой канализации. 7 миллионов рублей. Грубо говоря, на эти деньги мы можем отремонтировать, построить 3-4 километра. Но не надо забывать, что нам надо содержать еще 200 километров имеющихся сетей. В ноябре прошлого года при формировании бюджета депутаты городской думы отстояли увеличение финансирования строчки, отвечающей за ливневки. В итоге на эти цели выделили 29 миллионов рублей. Но, несмотря на полученные средства, восстановительные работы так и не начались. Понимаем, что средства для приведения в нормативное состояние всех этих участков требуют большого объема. Да, в настоящее время сейчас у нас идет формирование бюджета на 21 год, где мы также планируем при поддержке нас, министерством финансов, о продолжении начатой работы. На особо сложные участки уходят десятки миллионов рублей. В результате все откладывается, средства передвигают на другие нужды, а основная проблема так и не решается. Было поручение губернатора разработать как раз схему и передать непосредственно, чтобы в чем-то виднее было, назначить ответственность. До сих пор, как сказали управление жизнезащитой, это ничего у нас не случилось. А там уже в микроорганизме Искарполиус, они уже спокойненько живут с такой же дренажной канавой, обустроены мазки, дренажные трубы, ну и живут хорошо. О том, что после дождей Ульяновск буквально утопают в воде, знают далеко за его пределами. Фото и видеомашин почти по крышу в воде, людей, переплывающих улицу на лодке, или собак, которых отпустили поплавать, уже не раз вводили регион в топ федеральных новостей. Вот только впечатления от происходящего у местных жителей далеко не радостные, ведь бороться со стихией им приходится лично. Консенсус все-таки нашли. Городской администрации необходимо взять на особый контроль ситуацию с техническим состоянием и работой ливневой канализации и ливнеприемников. И, наконец-то, провести инвентаризацию тех сетей, которые имеются сейчас. Павел Петриков, Бухтияр Салтанов, Валерий Кулачков, репортер 73. Когда спорт в каждый двор, не просто слова. В Димитровградской ассоциации ТОС числится 51 территориальное общественное самоуправление. Яркий пример того, как объединившись, жители могут благоустроить родной двор ТОС Черемшан. Подробности у моих коллег с информационного портала Димград-24. Вечер понедельника во дворе дома 23 по улице автостроителей звучит музыка. Большая территория на пару часов стала настоящей спортивной площадкой. Мы выиграли в этом году президентский грант. Подавали мы два раза, только на третий раз. И девиз такой, нам года не беда, мы активны всегда. Это первое. И реализация этого президентского гранта у нас идет до 31 августа. То есть понедельник, среда, пятница. Вот вы сегодня как раз присутствуете в нашем дворе и видите, что у нас проходит тренировка. Тренировка проходит по всем видам спорта. Теннис, футбол, волейбол, баскетбол, скандинавская ходьба. Каждый из жителей занят любимым делом. На один из выигранных грантов во дворе установлены спортивные тренажеры, на которых занимаются и взрослые, и дети. Мы тут бегаем по всему двору. То есть мы у нас, мы играем, катаемся. Тут очень много тренажеров разных. То есть тут есть чем заниматься. Нравится тебе ваш двор? Да, очень. Жители автостроителей, наверное, и не безосновательно считают свой двор самым спортивным в Демитровграде. Последний грант помог ТОСу приобрести навес и музыкальную аппаратуру, которая так необходима для создания настроения при проведении мероприятий во дворе. Площадка очень хорошая, детям очень нравится. Мы постоянно сюда ходим. Идеи и мысли у ТОСовцев еще много. Своим опытом, по словам председателя ТОС «Надежда», они готовы поделиться со всеми. Это здорово, что на опыте нашего двора можно где-то реализовать эту же инициативу. Пусть обращаются. У нас не только, значит, мы в конкурс участвуем, но мы же еще привлекаем детей, мы их воспитываем. Они у нас воспитанные, дисциплинированные становятся. Это же гражданское общество. Это наши дети, это наше будущее. Сейчас ТОС «Черемшан» подал заявку на очередной президентский грант. В случае побед для людей старшего поколения будет организована группа дыхательной гимнастики. Катина Ерисеева, Тарас Шкуренко. Специально для репортера «73» из Димитровграда. Пробудить в симбирском обществе любовь к истории местного края. Новый выставочный проект с таким названием открылся в Государственном архиве Ульяновской области. Многие документы на выставке представлены впервые. Центральную часть занимают материалы Симбирской губернской ученой архивной комиссии. 125-летие Симбирской губернской ученой архивной комиссии отмечают новой выставкой в Государственном архиве Ульяновской области. У нее достаточно сложное, длинное и необычное название, но вполне оправданное. Пробудить в симбирском обществе любовь к истории местного края. Фраза вынесена из сборника комиссии. Очень удачное название выбрано для нее, да, пробудить в симбирском обществе любовь к родному краю. Наверное, это самое важное, самое главное, для чего мы проводим вот такие и похожие мероприятия. Важно помнить историю, важно знать свои корни, свои истоки. Проект разделен на три части. Люди, их деятельность и маленькая толика того, что собрали члены комиссии. Присутствуют материалы празднования в 1898 году, 250-летие основания Симбирска, первого юбилея в истории города. Можно увидеть печатные труды по истории населенных пунктов, дворянских родов и отдельных событий прошлого. Многие документы представлены впервые. Что-то мы сегодня показываем впервые. В частности, вот этот простой листок, исписанный не самым разборчивым почерком, это докладная записка, представленная в Симбирское перхальное училище. Священником, законоучителем этого училища, Неофитом Любимовым. Ныне Неофит Порфирич Любимов причислен к лику святых. Это один из восьми святых покровителей нашей Симбирской земли. Здесь же свитки 17-го столетия соседствуют с грамотами на пергаменте. Царские портреты с фамильными архивами, автографы исторических личностей. С новым выставочным проектом можно ознакомиться совершенно бесплатно, но по предварительной записи. Выставка продлится до декады отечественной истории 12 декабря. Марина Тимофеева, Валерий Клочков, репортер 73. Эрозия, инфекции, боль, бесплодие. Развяжи проблему. Прием гинеколога 350 рублей. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Современные методы омоложения. Удаление пигментации. Развяжи проблему. Прием косметолога бесплатно. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Лечение геморроя, трещин, свища. Развяжи проблему. Первичный прием проктолога 350 рублей. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Импотенция. Цистит, простатит, бесплодие. Развяжи проблему. Первичный прием у уролога за 350 рублей. С-класс клиник Ульяновск. Телефон 44-69-69. Субтитры создавал DimaTorzok Реальность сама складывает картину дня.